Я в эфирном пространстве. Перешла на рабочий уровень. Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула. Да, я предлагаю сейчас Тамаре показать мне, точнее нет, давай сначала скажи мне, ты убирала параллельные реальности, но поскольку ты входила в этот дуальный мир, именно таки прописывая его, легли ли твоей энергии в основу эгрегора дуальности? Да, ну извлеки их оттуда. Я вообще все эгрегориальные структуры просканирую сейчас, степень твоей подключенности к каждому из эгрографов. Да, она это делает. Извлеки все свои потенциалы. Возврати туда всю переброшенную кармическую ответственность. Да, свою энергию через фильтр очистив строй, делает. И призови все частицы души, которые были когда бы то ни было тобой утрачены, либо пожертвованы, добровольно, либо обманным путем, украдены, может быть, в пользу этих эгрегоров. Да, и также через фильтр. Да, она очищает через фильтр. Я хочу сосчитать, сколько частичек души было утрачено. Девять. Девять. Это помимо тех, которые мы уже в начале сеанса, верно? Да. Девять. Ну, это количество девять не говорит о том, что там изъято четверть, там сколько там, одна шестая часть пиццы. Нет, не об этом речь. Речь идет о том, сколько было случаев, когда был нанесен ущерб душе. Либо продано, как говорят, продать душу дьяволу, да, либо вот в ходе такого, либо нанесен ущерб в результате отказа от самой себя, как самопожертвование. То есть причины могут быть разные. Вот девять фактов, девять частичек, это значит было девять фактов такого, как бы нанесения ущерба своей целостности в угоду земным эгрегорам. Да, хорошо. Найди, на что прицепились эти эгрегоры, извлеки эти блокировки из своей энергосферы. Можешь воспользоваться ими как средством коммуникации и передать всем светосознаниям, подключенным к ним, информацию об освобождении души, если хочешь. Да, она это делает. Сами эгрегоры можно свернуть и в аннигилятор. Да, из своей сферы реальности убираешь вот это засилие тех, кто считает себя сильными мира всего. Да, убираю. Да, все, закрыла портал. И давай посмотрим параллельные вот эти миры. Какой у тебя есть доступ? Только к своим или к общим полям тоже у тебя есть доступ? Частичные, говорит, есть доступ к общим полям. Хорошо, ты можешь также навести там порядок. Вот просто свои полномочия соблюди. Да, она призывает сейчас свою высшую духовную проекцию. Сливается с ней. Создает такую, прям такую сеточку, создает интересную. Визуализация такая интересная. Как будто вот пришел громадный такой первотворец. Создает сеточку, что-то вроде рыболовной. И очень аккуратно, очень бережно опускает в эту сетку, как в овоську. Опускает глобус земли, то есть земной шар. Опускает туда землю. Да, и она проходит, а в этой сетке остаются межпространственные карманы. Убирает неоднородности в... Это что, ментальное поле, информационное поле? Убирает вот эти вот неоднородности в информационном поле планеты. На астральном плане и на эфирном плане. Это вот эти подземные пещеры, как бы. Да, убирает потенциалы... ...деконструкции. Я не знаю, как это объяснить, какими земными словами. Это даже рассматривать это нужно отдельно и как-то очень подробно. Ну, по сути, он очищает сейчас эти пространства от того, что там намагичено, от того, что там вот показывают прям... Почему-то вижу, как парижские катакомбы с костями и черепами. Ну, а эта картинка здесь. А говорит мне, так и есть, так и есть. Говорит, на этом все построено. Хорошо. Вот сейчас очищает, растворяет это все. Во всех временах и реальностях звучит. Во всех временах и реальностях. Просто убирает этот слой. Просто вот этот паразитарный слой убирает. Саму почву убирает. На которой произрастало... Это практика. Это... Как бы это сказать? На которой... То есть выдергивает... Как это выдернуть ковер из-под ног? Да. Манипуляции сознанием. Убирает... Да, то есть выдергивает основу у тех, кто занимается манипуляциями сознания человечества. Интересно звучит. Здорово. Перепроверяю, так ли это. То ли я вижу. Да. Да. Да, это уже от моих высших проекций идет полное подтверждение, что я вижу именно эту работу. Вроде закончили уже с репликантами и с этими. Так, хорошо. А виртуальные игры, виртуальные поля присутствия? Оставляете или тоже? Да, есть тоже, что изымать. Там есть такие прям как занозы. Как будто вставлены туда такие булавки воткнутые, вокруг которых наворачиваются тоже некие смыслы для последующей трансляции в неподготовленные умы. Когда человек играет, он в азарте, в эмоциях, и его энергосфера распахнута, и идет, помимо всего прочего, идет прописывание информационных кодов, ложных информационных кодов. Почему так затягивает подростков, так затягивает даже взрослых мужчин, игры, вот эти все, эти стрелялки, порабощение, то есть я хозяин, я сейчас вот это. То есть затягивает больше, чем какая бы то ни была иная игра созидательного характера. Понятно, да, очистила все. Да, сделано. Все, я вижу, она отпускает свою высшедуховную проекцию. Я благодарю за взаимодействие. Да, я вижу, Матушка Земля также благодарит за эту работу, но она, Матушка Земля, транслирует другую картинку. Как будто у нее вот все платье было, ну, не знаю, чертополох вот эти вот, репейник. Как будто все платье было вот в этом вот всем. И что в результате вот этого очищения с нее убрали эти, ну да, межпространственные карманы. Это такие, как наросты, чужеродные наросты, которые вцепились в ее поля и присутствовали, нанося ей ущерб, раздражая. И как бы она чувствовала уколы этого. То есть это было болезненно, это было неприятно, это было, она говорит, ядовито, слово ядовито это было. Да, вот сейчас она. Да, она сейчас благодарит Тамару. Она ей передает что-то на руках, она вот так вот держит, как будто белая скатерть, вот так вот сложенная в несколько, такая накрахмаленная, и сложенная в несколько раз. И она его так на ладонях протягивает. Сейчас я посмотрю, что это такое. Она возвращает ей. Она говорит, что я возвращаю тебе невинность. Она как будто, она возвращает ей вот ту первозданную чистоту, которая была ею истрачена, звучит, истрачена на создание этих межпространственных карманов, ее творческий потенциал, который был истрачен на создание. То есть то, что она забрала, это одно. Ей Матушка-Земля возвращает еще ее же, но она показывает, что оно обогащено опытом всех, поскольку она явилась творцом, она была творцом. Создатели создавали эти параллельные пространства, но шла на создание этого ее божественная энергия, энергия ее души. Поэтому как бы отпечаток ее энергетики, отпечаток ее эфирного ДНК, скажем так, отпечаток ее проекции, был на всех этих объектах. И вот Матушка говорит, что она очистила опыт от всего наносного и передает, как выстиранное, накрахмаленное и отглаженное скатерство. Вот она передала ей ее опыт. Я сейчас просканирую, точно ли это Тамаре принадлежит. Безусловно, прям ответ идет истинно так, безусловно. И вот сейчас я вижу, Тамара облачается в это. Визуализация такая идет, что она разворачивает и одевает на себя. И это действительно похоже на белые одежды. Да, на сто процентов это принадлежит только ей, без инородных включений. Это чисто ее энергетика и информационное наполнение здесь не имеет потенциалов, не имеет форм. Это чистый опыт как таковой. И вот сейчас я вижу, Тамара расширяется, становится выше. Ох, она вырастает. Она просто в два раза ее проекция. Раз, выросла. Уплотнилась, светом уплотнилась. Прям так плечи расправила, крылья появились. Крылья я уже вижу. Она ими не взмахивает пока, но я вижу уже крылья. Да, она благодарит матушку Землю. Она говорит, вот теперь моя миссия исполнена. Да, благодарит меня. Благодарит Высшее Духовное Я. Я также благодарю тебя, Тамара. И мы отстраняемся от этой информации. И возвращаемся дальше к проведению сеанса. Я прошу сейчас, Тамару, показать мне, когда и при каких обстоятельствах ты подписала действующий контракт на это воплощение. Да, мы перемещаемся. Твердая почва под ногами, просто не чувствую. Качка морская. Действительно, это палуба корабля, причем такой, я бы сказала, шторм, не слабый. А деревянная палуба, интересно, деревянная палуба. Прям окатывает ее волнами. И она, я просто вынуждена держаться. Я стою, я вынуждена держаться. Какая-то снасть, за какую-то веревку я уцепилась. Водой окатывает. Просто чувствую, насколько холодная вода. Ветер, темно, тучи. Это вроде бы день. Да, это день. Но облачность очень-очень густая, гроза. И штормит. Ну, сказала бы я, что страшно. Если бы будут оказаться так в физическом теле, то... То ай-яй. Так, хорошо. Хорошо, я сейчас предлагаю Тамаре посмотреть на свои ножки. Да, она смотрит на ноги. Не вижу. Это... Это сапоги. Сапоги. Но считывается женская энергия. Сапоги. Я прямо аж затруднилась. Сапоги. Идет вот эти вот, ну как, брюки. Камзо. Военная форма. Но считывается женская энергия. Я не могу понять, чем дело. Сейчас со стороны отличу, посмотрю со стороны. Она действительно женщина. В мужской одежде. Да, это так. Да. Что ты на палубе-то делаешь? То есть я со стороны посмотрела. Это Тамара сейчас держится за снасть, держится за веревку. Почему ты здесь, почему ты не в трюме, почему ты не в каюте. Сейчас я послушаю, что говорит. А вот такой ветер свистит. Она мне кричит голосом. Она мне отвечает. Прямо находясь в воплощении. Мне интересно, она слышит меня, находясь в воплощении. Да. Она меня видит и слышит. Удивительно. Ты ясновидящая была в том воплощении? Да. 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 Покажи мне, протранслируй, какой ты видишь меня, вот находясь в воплощении. А, понятно. В виде ангела спустившегося с небес. Круто. Я же говорю, мы друг другу ангелы. Прямо картинка. Ну надо же, это я. Хорошо. Итак. Она кричит, помоги мне. Я могу дать информацию о том, что ты сама способна помочь себе. Если ты этого хочешь. Ты сама способна предотвратить это. Вывести себя из этой ситуации. И мы это обязательно сделаем. Но сначала я должна посмотреть ту ветку реальности. Как оно было. Вот оно, крестное знамение. Она смотрит на небо. Она говорит, что Бог грозен. Она прогневила Бога. И она здесь для того, чтобы не подвергать опасности всех пассажиров и всю команду корабля. Она думает, что это из-за ее прегрешений, из-за ее бегства в мужском платье на этом корабле разыгрался шторм. И что если она выйдет из воплощения, если она бросится за борт, то люди будут спасены. Она готова пожертвовать собой. Сейчас я перепроверяю эту информацию. Да, Тамара подтверждает. Но она так плечами пожимает. Вот ее проекция в данное время в сеансе. Да, говорит, я так думаю. А она себя осудила. Она себя осудила. Она себя не готова простить. Она позор. Она пятно. она пятно на всей семье. Она себя приговорила к изгнанию. Но поскольку она была не в ладах сама с собой, она не было мира внутри, не было мира в душе. Она не готова была принимать себя такой, какая она есть. то есть ты сбежала не от позора своего, ты сбежала, чтобы не опозорить свою семью. Да, а не опозорить свою семью. Хорошо, мы посмотрим, с чем это было вызовано. Так, и что ты сделала в итоге? Ну, она считает волны. Одна волна, другая волна накатывает. И вот все наклиняется корабль, и она, а у нее рука просто закостенела, рука, пальцы не гнутся, пальцы не разгибаются. Она как будто прикипела к этой веревке. И вот она огромным усилием в боли разгибает пальцы. Ее просто волной смывает с полога. Так, я хочу увидеть выход из воплощения. Ну, да. Да, увидела. Но описывать это все, когда я прочувствовала просто вместе с ней, когда вдыхаешь вода в легкие и вот какая-то судорога, корча, организм, тело сопротивляется. Это страшненько. вот это страшненькие вещи. Я их обычно не описываю в сеансе. Хотя испытываю это, но в какой-то степени испытываю это вместе с человеком, который мне транслирует. да, я вижу, что ее тело почему не так, как в фильмах показывало, тело погружается. Нет, его еще там под поверхность, на поверхность почему-то носит еще его. Наверное, потому что штормит там потоки. Хорошо, душа. Да, душа покидает, тело покидает не сразу. не сразу, очень не сразу. Выходит такое недоумение, удивление такое прям считывается. Удивление, что живая, удивление, что есть, удивление, что может это осознавать, видеть это все, перемещаться в пространстве может. Она делает какой-то круг, прям облетает вот так вот, облетает корабль. Она его как осеняет крылами, вот идет такой, осеняет она его. Она столько любви, такой импульс любви посылает тем, кто там на корабле. и она для нее немаловажно по какой-то причине утихнет ли шторм от того, что она сделала. Она приподнимается выше, чтобы посмотреть и видит, что этот шторм от горизонта до горизонта, от края до края. Все, она видит уже полоску света, поднимается выше, выше облаков поднялась, и она видит, где эта облачность выше-выше пошла. И да, посмотрела на землю, действительно значительный шторм, но это сейчас уже не привлекает ее внимание, она устремляется, вот сейчас ускорение такое пошло, и она пошла по туннелю. Но как в туннель не стенки какие-то каменные, а туннель силовой такой, цилиндр, как бы энергетические поля, из энергетических полей вот такая труба создана, и она по нему, по туннелю стремляется, ну как вот, вперед и вверх. Так, сейчас секундочку, я заморожу ситуацию. Хотела спросить тогда, это было ее последнее воплощение, когда она в море упала? Сейчас выясним, сейчас выясним. Корабль был деревянный, это 17-18 век мог оказываться, потому что вот, как бы, нофипарусный флот еще в 19 веке был, ну спросим. Это уже вопросы от любопытства, моя задача первая, очистить от контрактов. А потому что она боится плавать и не умеет, она боится воды, моря. Вот почему я спрашиваю. Понятно. Ну, память души, память души. Она достигает пространства некой площадки. Да, ее встречают. Выглядят как два архангела, два архангела. Так, сейчас просканирую, кем они являются по сути свои. Да, снимаю сейчас всезащитные и Тамаре предлагаю прояви. Сейчас расцветись, слезь с собой сознанием и расцветись. Вспыхни и прояви их в их истином облике в соответствии с их эфиром ДНК. Да, вижу. Один спрут. второй инсектует. Да. Рептилоид есть, но он там вообще просто спрятан. Он вообще там где-то прячется, прячется за кем-то далеко. Я его считываю, он просто не в этом помещении, не в этом пространстве, но его энергии уже узнаваемые, потому что я с ним уже контактировала вот в ходе сеанса. Он там дальше, но он тоже присутствует. Его позднее позовут, она мне показывает, сейчас Тамара, его позднее позовут и назначат исполнителем контракт. Со стороны вот как бы со стороны контрагента, со стороны интерферента, со стороны матрицы. Но она их воспринимает сначала как ангелов, и ее берут с обеих сторон, становятся, берут ее за руки, как вот одну руку взяли за руку, а другую руку положили на плечо. Один с одной стороны, другой с другой стороны, и ведут ее. А по сути дела, то, что они положили лапки свои вот так вот на плечо, они не дают ее крыльям расправиться. Это уже некая блокировка. То есть здесь они вроде ласково идут за ручку, а с этой стороны они ее блокируют, чтобы никуда не делось. Да, они говорят о том, что она героиня, что она поступила правильно, а не хвалят ее за самопожертвование, а говорят о том, что это будет вписано, что тебя не забудут, тебе будут благодарны, твое имя войдет в историю, то есть вот такое вот, то есть это важно. Ну, это опять же для них важно. Так, сейчас я спрошу, Тамара, имя действительно вошло в историю? Улыбается, говорит, да какое там, нет, нет, Хорошо, но то, что будет вписано, это они имеют в виду, что они уже какие-то записи вели и подготовили. Вот, контракт на следующее воплощение. Сейчас я спрашу, насколько воплощение подряд было подписано, давай считаем, на шесть воплощений подряд с подобной отработкой, с подобным отказом от самой себя ради других, отказ от себя во благо другим, предательство своих интересов, предательство самой себя, на основании иллюзорных, на основании домыслов, на основании ложных посылов, ложных побуждений, ложной информации о том, как надо поступать. И имплант показывает, вот совывают ей имплант в области затылка. Странно выглядит, как вот ручки такие, да, часто в официальных учреждениях фиксатор такой на столе и на такой проволочке, на пружинке ручка писать. Вот она показывает вот такую вот ручку, вот ее как-то в сандалии, в области головы, в области затылка. Она достает вот этот фиксатор и эту ручку, а выполнял это как датчик для прописывания, как для прописывания в ментальных полях, для закрепления в ментальных полях тех установок, которые выгодны интерферентам. В каждом новом воплощении с детства при формировании ментальных полей какие-то кто-то из детей обращает внимание и принимает свою энергосферу. Те установки, которые транслируют родители, либо воспитатели, либо общество. Какие-то дети проходят мимо, игнорируют эти посылы, потому что они не соответствуют основным смыслом, заложенным в душу. Здесь вот это в каждом новом воплощении с раннего детства идет нарочитое улавливание малейшего вот такого выгодного для интерферентов посыла и идет прописывание в ментальных полях, жесткое прописывание. То есть достаточно одного раза, не нужно повторять много раз, достаточного одного раза, чтобы активил активировалась программа предательства себя во благо другим. Ясно для чего. Вынимай эту блокировку. Пусть полежит вот здесь. Хорошо. И что дальше? Давай прочтем основной смысл этого контракта. Или давай ответишь сначала на вопрос этого воплощения. Какое по счету из шести, на которые ты дала согласие. Пятое. То есть по контракту понадобилось бы еще одно в таких же условиях. Это пятое воплощение с той поры. И каждое из воплощений было сопряжено, это от нее уже идет информация, и каждое из этих воплощений было сопряжено с необходимостью жертвовать своими интересами, своим благополучием, своей жизнью ради блага других людей, членов семьи, либо тех, кто был дорог, либо она показывает ради идеи, либо во благо идеи, которая занимает все пространство ее мышления. Сфера мышления направлена только на реализацию какой-то идеи. То есть некий фанатизм. Да, она подтверждает фанатизм. То есть вот такие были, было такое воплощение. Одно, два, два, два воплощения подряд были связаны с какой-то фанатичной верой, фанатичной идеей. Ясно. И каждый раз жертвовала собой. Она говорит в большей или меньшей степени, но непрерывно, то есть постоянно. То есть это как лейтмотив всего воплощения и в большей или меньшей степени в адрес почти каждого с кем она показывает, что чувствовала себя недостойной высокой дружбы, высоких чувств, недостойной почтения, почтения со стороны других людей чувствовала необходимость и обязанность свою заслужить доброе отношение к себе, потому что сама, ну вот это и есть предательство самого себя, предательство своих интересов, чувствовала, что недостойна. Старалась доказать всеми способами добиться благоприятной оценки, добиться того, чтобы мнение всех окружающих было позитивным, положительным, для того, чтобы очаровать каждого встречного, для того, чтобы произвести, не просто произвести впечатление, а сделать для каждого практически человека, то, чтобы не вызвать в нем, не навредить ему, не вызвать его негативной реакции, не вызвать его недовольства. То есть такой вот очень мощный перегиб идет во благо другим в ущерб себе. Почему ты себя выключила, исключила из общего ряда тех, кто достоин видеть и чувствовать тебя светлой, чистой и достойной? То есть все, кроме тебя, достойны хорошего? Кто определяет достоинство? Вспомни, Тамара, не судите, да не судимы будете. Не думаю, что ты поступила правильно, осудив себя за что бы то ни было. я наблюдаю за ее реакцией, она просто сейчас перебирает в памяти фрагменты, моменты своих этих воплощений. Ну, мы пойдем в самую ключевую, самую первую точку, когда это произошло с тобой первый раз. да, 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 она соглашается. Но сначала давай прощем контракт. Ну, в нем так и прописано, я бы сказала черным по белому, белым по черному, в нем так конкретно и записано. Положить себя на алтарь. Алтарь служения иерархии. А ты как прочла этот контракт? Нести только добро. Терпеть. Сносить. радоваться возможности творить добро. Даже в ущерб себе. То есть они закрепили то, что ты сделала просто в контракте и обязали тебя делать это постоянно. Хорошо. Хорошо. Давай мы с тобой отправимся в ключевой момент. Покажи мне, что сподвигло тебя вообще так осудить себя надолго и так серьезно. Да, перемещаемся. Да, мы на месте. Она мне показывает ссору. Она показывает ссору с родителями. Ее выдают замуж насильно. за мужчину с положением за старика. Молодая девушка. Ну, он ей в отцы годится, если не в деда. Ей это все не нужно, не интересно. Статус, положение в обществе обеспеченная, жизнь, титул. то есть все эти земные регалии, она не понимает, как родители могли предать ее. Хорошо, давай еще раньше пойдем. Если ты считаешь, что родители тебя предали, значит, энергия предательства уже есть в твоей энергосфере. Когда она впервые вторглась в твои поля? Она говорит, Бог не слышал моих призывов. Она показывает детство свое в этом же воплощении. Да. Показывает, что Бог не слышал моих призывов, он отвернулся от меня. Показывает, что ее родители наказывали. Запирали в комнате. Это что-то типа чулана, прям какая-то комната без окон в темноте, в темноте. Запирали ее ребеночком в качестве наказания за какие-то шалости, за слушание. И она находилась там, и она чувствовала себя покинутой, чувствовала себя брошенной. Она решила, что первоисточник отвернулся от нее, ее не слышит первоисточник. И она сама себя не слышит. Она в безвыходной ситуации. Она в темноте, ей очень страшно. ей очень страшно. Она принуждает себя солгать родителям, чтобы избежать подобного наказания в следующий раз. Она придумывает иную историю не о себе, то есть она говорит не честно. Она пытается оправдать себя, она говорит им явную ложь, откровенную ложь, она им говорит, и это придуманная ею некая фигура, некая конфигурация, придуманная, она же творец все-таки, вот она будучи девочкой придумывает некую иную ветку реальности, которой не было на самом деле, и родителям говорит об этом, и начинает сама верить в нее, и подпитывать своей энергией, это раздвоение себя, и принимает эту возможность солгать родителям, как единственно правильный выход в ее ситуации, но по сути это предательство своих интересов, если посмотреть на это чуть более широко, предательство своих интересов, она создает некую фантомную свою проекцию, то есть она недовольна своим поведением, но продолжает позволяет себе вести себя нехорошо, потому что дети все шалят, а там что-то я смотрю так прям строгости были, такого жесткого казарменного порядка, папа военный, папа бывает дома нечасто, но папа суровый человек, он не стерпит шалости и поведения, даже несмотря на то, что девочек, мама безвольная, мама просто молча, тихо плачет, не издавая даже с хлипа, мама его боится, и дочка боится тоже вместе с ним, ну, такой деспотичного характера мужчина, а он для нее проекция первоисточника, он для нее проекция Бога на земле, для нее мама это вселенная, папа это первоисточник, она с маленького буквально возраста, вот с трех, трех половиной лет подвергается таким наказаниям, как оставить вот в темной комнате, так и звучит в чулане, к каждому шороху прислушивалась, боялась, то есть и так страх, и так страх, и она научилась лгать и да, отказ от собственной сути, отказ от собственного понимания этой жизни и отказ от принятия собственных решений, отказ от своих интересов и отказ отстаивать свои интересы, честно глядя в глаза тем, кто пытается вторгнуться в сферу сознания. Родители еще постарались хорошая блокировочка такая получилась, хорошо, и дальше давай переместимся, покажи, тебя выдали замуж, так, секунду, я перепроверяю, что ты мне показываешь, есть кто-то другой, есть кто-то другой, пользуясь отсутствием мужа, пошла на встречу с тем, кто был дорог сердцу, кто нравился, и первая же встреча была как бы провалена, проявлена, увидел кто-то, да, кто-то увидел, узнал кто-то, то есть что-то неосторожно она сделала и это стало проявленным, либо могло быть, говорит, могло быть проявленным, а сам мужчина? Нет, нет, неосторожно избрал место, да, это супружеская измена, которая стала достоянием гласности, и это, по сути дела, да, это позор, от которого она, да, она показывает, что она от этого позора пыталась сбежать, а почему морем? Там дальние родственники, или это первый корабль, который был в порту? Первый же корабль, который был в порту и согласился взять ее на борт, она показывает, вот она расплачивается деньгами и ее везут, а куда удирала-то? откуда и куда? Сейчас еще раз перепроверяю, высвете на карте просто для меня, чтобы было понятно, откуда и куда? Показывает Северная Европа Балтика. Это даже не Великобритания, она меня путь прям черти под пунктиром, тык-тык-тык-тык-тык. Ирландия, в Ирландию, не в Великобританию, то есть не в Британскую империю, не в Англию, а в Ирландию. И дальше куда-то? Нет. То есть откуда-то Балтийское побережье в Ирландию. Да, она еще раз подтверждает. Понятно, и шторм застал в море. в море. В море. В море. Понятно. Хорошо. Хорошо. Ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос, Тамара. Либо назови имя, каким тебя называли. На какое имя ты отзывалась в том воплощении? Марта. Проверяю. Марта? Да. Истинно так. Марта. Хорошо. Ответь мне, Марта. Расскажи, пожалуйста, вольна ли ты была? Свободен ли был твой выбор? Либо ты действовала все-таки в том воплощении под влиянием чужой воли, отцовской воли, воли мужа. Она показывает мне, что это как отдушина была, что взаимодействие с мужем не имели теплоты. У него потребительское было отношение к ней. Все, что ему было нужно, это дети. Ему нужны были наследники и ничего более. Нужны были наследники, нужна была женщина, которая способна родить ему детей. он не умел обращаться, она его называет солдафон. Во всяком случае, трансляция идет вот этого понятия, что человек всю свою жизнь провел в каких-то баталиях, в каких-то военных мероприятиях и не умел показывает, не умел обращаться с женщинами, иначе как с гулящими женщинами в публичных домах, кабаках и так далее. Да, и она от души на себе такое устраивает. Хорошо, понятно. Определи, пожалуйста, вот сейчас извлеки и покажи мне степень твоей ответственности во всем произошедшем. Вот просто визуализация степень твоей ответственности в том, что с тобой произошло. Ну так, просто по-честному, перед самой собой. Да, показывает. Ну, показывает так на ладони, такая вот скомканная. Я бы сказала, что это похоже на вот и с фаршами снова фрикаделька такая. Либо это шарик такой вот величиной с нее совершенно меньше, чем шарик для пинг-понга. Но почему-то в голову пришло, что вот визуализация почему-то именно связана с мясом. А она мне так и протранслировала именно в виде фарша на ладошке. Я думала, это какая-то моя ассоциация. Нет, это ее ассоциация. Хорошо. Так, ответственность родителей твоих, ответственность этого мужчины, который взял тебя в жены, которому ты была передана без твоего согласия. Ответственность того мужчины, к которому ты пошла навстречу, но который не обеспечил твоей безопасности, подверг к такому риску. Она выкатывает такой шар. Он ей вот так вот по шею такой шар выкатывает. Ну вот ты теперь можешь увидеть сама с собственными глазами, как это. Хорошо. А ответственность перед самой собой, перед своей душой, покажи мне также визуализацию, чтобы можно было сравнить ответственность перед самой собой и перед своей душой. Вот. Вот теперь он мне показывает наоборот. То есть ответственность за произошедшее в материальном мире, это вот один расклад. А ответственность перед самой собой, она показывает вот огромный шар ответственности, потому что допустила, позволила, привлекла эти события в сценарии своей жизни, дала на них согласие, вознамерилась пройти такой опыт и такие уроки. А ответственность других участников в том, что это произошло. Вот она тебе показывает вот на ладони, ну чуть больше, чем вот она показала первый раз, но как вот на ладони лежит теннисный мяч. Хорошо, убираем эту картинку. Все зависит от точки зрения. Сейчас мы рассмотрели. Хорошо. Я предлагаю тебе возвратиться в момент подписания контракта, либо можешь перепрожить это воплощение, либо схлопнуть его. Как ты посчитаешь нужен? Нужно по таким вариантам, таким вариантам. Как посчитаешь, что было бы лучше для тебя? Рассветись сейчас, прими решение. Да, она отменяет свое намерение подвергать себя такому воплощению. Она извлекает из него только свой опыт, она схлопывает его полностью. Создает иную ветку реальности, на которой она не воплощалась, она пропустила, перешагнула это воплощение. Да, перешагнула. Извлекла только опыт, все остальное схлопнуло. Хорошо, перемещаемся в момент подписания контракта. Да, мы на месте. Да, она пишет расторгла на контракте. Проверяем наличие подконтрактов. Есть подконтракт. Один. Да, она также его расторгает. Все копии, все приложения, все дополнения к этому контракту можешь призвать, где бы они не находились, в какой бы мерности, в каком бы времени не были спрятаны, кто бы их не удерживал. Да, призвала. Да, аннигилирует. Хорошо, призови весь свой свет, все свои потенциалы, все свои фрагменты, фрагменты твоего эфирного ДНК, всю информацию о себе призови, где бы она ни находилась, кем бы ни удерживалась. Все, что было украдено на основании этого контракта в любом из воплощений вплоть до момента здесь и сейчас. Да, создай фильтр. Да, она пропускает через фильтр этой энергии и встраивает свою энергосферу. Фильтр в аннигилятор. Угу. Хорошо, теперь исторгни из своей энергосферы все чужеродное. Чужеродная ДНК, чужеродную информацию. Ее можно идентифицировать и ты уже видишь как. Хорошо, исторгает всю переброшенную карму. Угу. Да, исторгает по траектории возврата истинным, ответственным. Призови все светосознания и определи кто из интерферентов. его долю ответственности и возврате каждому его долю. Это и есть справедливый суд. Восстановление статус скво. Это и есть изначальная позиция. Возьмите себе все свое, верните мне все мое. Угу. Да, сделала. Да, проверяю. Да, сделано. Все импланты, все блокировки, все зажимы, все последовавшие блокировки, которые устанавливала себе сама в ходе исполнения этого контракта, исторгни это все из себя. Да, все свое можешь дефрагментировать и в виде чистой энергии встроить в энергосферу все чужеродное. Возвращаешь также по траектории владельцам, изготовителям, создателям, исполнителям. Да, возвращает. Хорошо. Теперь призови все частицы своей души, которые были тобою истрачены, которые были у тебя похищены в ходе исполнения этого контракта вплоть до момента здесь и сейчас. Давай на один, два, три. Да. Еще три частицы души прилетело. Хорошо. Да, очистить также не забывай. Очищает, встраивает фильтр, ваннигилятор. Так, теперь свою, визуализируй свою долю ответственности. Вот сейчас рассветись и визуализируй свою долю ответственности за то, что отказалась. Все, она обращается к свету первоисточника и просит у него прощения за то, что находясь в отчаянном положении, не осознавая своей истинной сути, она заподозрила его в отречении от нее самой, в отказе и, соответственно, отказалась от себя и от собственного света. Отказавшись от собственной сути, она, по сути, отказалась от первоисточника, она говорит, я впала в забытье, я не ведала, что творила. Да, она просит прощения у света первоисточника. Руки к нему протягивает. Информация идет, что этого недостаточно. Я предлагаю сейчас Тамаре искренне и от всего сердца попросить у себя прощения. Да, да, она просит. И также искренне и от всего сердца прости себя. Да. Скажи себе, что ты себя очень и очень любишь. Позволяешь себе быть неидеальной и принимаешь себя целиком и полностью такой, какая ты есть. Да. Да, состоялось примирение с самой собой, и вот только теперь на нее пролился свет первоисточника. Да, очищает все ее поля, всю ее энергосферу, промывает ее насквозь чистейшими энергиями божественного присутствия. Да. Она поворачивается ко мне, так лицо сияет, прям улыбается, говорит, меня простили, я простила себя. Радуется. Замечательно. Хорошо. И возвращаемся в поле сеанса. Да, мы на месте. Я проверяю сейчас ментальную карту, сектор контрактов. Я пока вижу кармический узел, только один контракт не вижу. Только кармический узел вижу. Сейчас я переспрошу, он был в этом воплощении? Нет. Между воплощениями? Да. А как между воплощениями? Сейчас покажи мне, пожалуйста, как можно сделать кармический узел между воплощениями? Я верно поняла тебя? Да, верно. Между земными воплощениями у тебя было воплощение в другой мерности, верно? Да, было. Ну вот, череда земных воплощений как бы по земному календарю и времени это непрерывно прямая. Но между воплощениями земными душа может воплотиться в другой мерности. Верно? Я понимаю? Да, верно. Ну это трудно понять умом, но было одно воплощение. Хорошо, развяжем, значит, и кармический узел, раз он проявился здесь и сейчас. Дальше смотрю контракты. Нет, больше контрактов нет. Хорошо, давай посмотрим еще вот на что. Имеет ли кто-то из интерферентов отношение к этому кармическому узлу? Нет. Ну, в таком случае ты можешь поступить с ней так, как пожелаешь. Можешь анигилировать, либо отправить в планетарный анигилятор. Можешь спросить, кто там еще остался жив и при памяти инсектует и рептилии. Захотят ли они уйти в свет, например. Либо можешь упаковать их вместе со всей кармической ответственностью. Они там нагруженные сидят. Они просто тонут в ней. Можешь передать силам кармы. Как угодно. Так и поступай. Передать силам кармы, говорит. Хорошо, ты боишься принять на себя ответственность за их дальнейшие. Ты можешь призвать творцов этих сутей, этих сознаний. Передать творцам в присутствии сил кармы. Потому что в новой вселенной правило такое есть и один ком. Вселенной есть незыблемый, что основную проекцию уничтожить может только тот, кто создал. Только тот, кто сотворил. передает силам кармы все-таки, да. И сопроводительная информация. Говорит, я передала их на суд первоисточника. Да, все отдала, закрыла портал, проверяю. Сектор интерферентов пуст. Так, давай посудим сектор магии. представить себе тень. Только тень не на плоскости, а тень, которая вышла, сошла со стены и обрела форму. Антропоморфное тело, мужское тело, сейчас исчитаю. Проекция Вениамина, да, это проекция Вениамина. В виде фотографии, проекции родителей, но тут это просто, я вот вижу, что это просто как бы повод, хороший повод сегодня их призвать и передать им информацию. Ну и во всяком случае возвратиться памятью. Ты можешь прямо сейчас это сделать. давай призовем и Григория, и Просковью, и да, она их призывает. Я проверяю, сейчас эфирная ДНК рассчитываю. Да, Григорий. Спрашиваю сейчас, в настоящее время ты свободен? Да. То есть свободен полностью? Да. Хорошо, Просковья, в настоящее время свободна? Нет. Находишься в воплощении? Нет. А что тебя удерживает? Ну, показывает привязка, есть привязка к Эгрегору. Привязка к Эгрегору удерживает в земных полях, а она как бы из ловушки сансары выйти не может. Понятно. Да, я предлагаю тебе сейчас, Тамара, пережить это воплощение так, как посчитаешь нужным. Во всяком случае, пересмотри свое взаимодействие с самого первого момента твоего прихода на земной план в это воплощение, вот еще до внутриутробного. Да, и все программирование ментальное, эмоциональное, любое другое можешь просканировать и возвратить родителям те программы, которые вот в данном уже рассветленном состоянии посчитаешь вредными и блокирующими. Ты вправе не принимать программы родителей. Да, она говорит, поняла, все, она сейчас сканирует себя и, да, возвращает возвращает все негативное программирование. Да, убирает привязки, эмоциональные привязки, производит полный энергообмен. Она говорит, что очень их любит, каждого из них любит. Она говорит, мне жаль, что вы ушли, но время пришло, говорит, я понимаю. Хорошо. Так. Полный энергообмен произвела, попросила прощения за все досадные оплошности, которые допускала и прощает их также, прощает самую себя и призывает их простить себя. Информацию дает им ведро сознания. Да. Григорий принимает информацию, он говорит, я горжусь тобой. Говорит, ты достойная дочь своего отца. Говорит, я радуюсь, мое сердце ликует, но он использует земную фразеологию, чтобы было понятно, но это вот именно такая фраза и прозвучала, мое сердце ликует. ликует...